Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 20 ноября вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Пшеница пробует новый уровень в 360 долларов за тонну. Маслозаводы признались, что запасов сырья хватит на две недели. Свиноводов могут лишить компенсации при АЧС. Эти и другие новости далее в выпуске. Но сначала напомню, что во вторник 23 ноября открывается выставка Юг Агро. Мы там проводим два мероприятия. На первом будем обсуждать прибыльность зерна, а на втором цифровизацию в АПК. Все подробности в ссылке под видео. Ждем вас! А теперь к новостям! На этой неделе египетская компания ГАСК провела тендер на поставку пшеницы в первой половине января. На конкурс пришло 10 заявок из Украины, Румынии, Франции. Попытали счастье и российские экспортеры. Пшеницу на базе Сифоп они были готовы предложить по цене от 350 до 360 долларов за тонну. Это примерно на 20-25 долларов дороже, чем на предыдущем тендере с поставкой в середине декабря. Увы, цена предложения с учетом фрахта оказалась выше, чем у конкурентов. Египет решил не сорить деньгами и приобрел всего 60 тысяч тонн румынской пшеницы, цена которой в порту Констанция составляет 347 долларов за тонну. Почему же российские трейдеры так заламывают цены? Вероятно, они закладывают в прайс риск чрезмерного повышения пошлины. 17 ноября пошлина превысила 77 долларов за тонну, а с 24 достигнет 78,3 доллара за тонну. Подлил масло в агонии Минсельхоз, который пообещал изменить формулу расчета пошлины в случае, если мировая цена на пшеницу достигнет 400 долларов за тонну. По мнению главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, вариантов изменения формулы немного. Первый – понизить необлагаемый пошлиный порог, который сейчас составляет 200 долларов для пшеницы. Второй вариант – увеличить ставку с нынешних 70% до, например, 90%. Вице-президент Российского Зернового Союза Александр Корбут отметил, что любые ужесточения правил игры со стороны нашего правительства вызывают дополнительное напряжение на мировом рынке и, как следствие, пшеница дорожает. Какую-либо стабилизацию цен на нее, сказал Корбут, можно ожидать только после того, как прояснится состояние зимых в России, Европе и США. Запасы сырья у российских производителей подсолнечного масла резко сократились. Об этом в ходе аграрного форума газеты «Ведомости» рассказал исполнительный директор группы компании «Эвко» Сергей Иванов. Бизнесмен отметил, что в прежние годы к середине ноября маслозаводы имели такой запас семечки, который бы обеспечил им загрузку на ближайшие 3-4 месяца. Сейчас же запасы скромные, хватит их всего на неделю-две. Причина проста – цены, которые предлагают заводы, не устраивают сельхозпроизводители. Сергей Иванов отметил, что понимает желание аграриев заработать побольше денег. После того, как весной семечку продавали по 50-60 рублей, сейчас сельхозпроизводители стали забывать, что годом ранее подсолнечник стоил всего 20 рублей, и по 30 рублей продавать его не собираются, сказал Иванов. К этому факту он, впрочем, отнесся по философке, заметив, что этот опыт тоже нужно пережить. Минсельхоз России обратился в правительство с предложением по-новому регулировать рынок минеральных удобрений. В письме, которое цитирует «Известия», говорится, что продовольственная инфляция неизбежна, так как растет себестоимость сельскохозяйственной продукции. За год она прибавила 15-25%. А все почему? Сельхозтехника подорожала на 13,5%, средства защиты растений ГСМ на 15%, автоперевозки на 20%, пищевая упаковка на 35%. Но наибольший вклад внесли минеральные удобрения. Здесь рост 125%. Минсельхоз предлагает разработать некий показатель доступности удобрений для российских сельхозпроизводителей и в критических случаях фиксировать цены. Эксперты рынка это предложение восприняли со скепсисом, заметив, что любые фиксации в оптовом сегменте можно обойти в рознице. Александр Корбут высказал точку зрения, что эффективнее было бы не сдерживать цены на удобрения, а вернуть аграриям то, что изъяло пошлина, около 60 миллиардов рублей. Из этих денег около 15 миллиардов можно было бы выделить непосредственно на субсидирование покупки удобрений. Пока же аграриям распределили только 10 миллиардов рублей в виде субсидий на тонну выращенного зерна. Кстати, а вы эту господдержку получили? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как обстоят дела с ней в вашем регионе. Кубанские фермеры обратятся в Минсельхоз России с просьбой ввести полный мораторий на вывоз удобрений во время весеннеполевых работ. Такое решение аграрии приняли 18 ноября на конференции в станице Брюховецкое. Введенную правительством квоту аграрии называют лукавством и указывают, что она пока еще не дала эффекта. Вот что рассказал один из организаторов конференции, глава АКОР Брюховецкого района Сергей Коваленко. Кроме того, сельхозпроизводители попросят губернатора края ввести временный мораторий на проверку хозяйств по исполнению закона о плодородии земель. Поскольку в этом году из-за высоких цен дозы удобрений пришлось снизить. У нас также есть показатели по содержанию фосфора, калия, азота в почве. И в отдельных районах края у нас намечается тенденция снижения вот этих показателей. Но фермеры прекрасно понимают, что завтра к ним придет Россельхознадор, посмотрят на их показатели по качеству почвы. Не вдаваясь в детали, просто будут выписывать протоколы и наказывать. Резолюцию встречи подписали фермеры 19 районов Кубани. Присоединиться к обращению АКОР также предложат и отраслевым союзам. Таким, например, как союз садоводов в Кубани или рисоводческий союз края. Россельхозцентр выступил с инициативой переписать правила обращения с тарой, в которой хранились пестициды и агрохимикаты. В частности, ведомство хочет обязать аграриев добросовестно мыть канистры и пробивать их перед тем, как сдать на утилизацию. В Россельхозцентре отмечают, что хотя объемы утилизации тары растут, аграрии все еще недостаточно мотивированы к тому, чтобы сдавать пластик. Впрочем, с 1 июля в России заработает система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. И вот тогда по-тихому выбросить канистру в посадку уже никому не удастся. Россельхознадзор рекомендует хозяйствам не откладывать регистрацию в системе в долгий ящик и подавать заявки в территориальное управление уже сейчас. Среди регионов лидерами по регистрации являются Ростовская область, Саратовская, Омская, а также в лидерах Краснодарский край. Минсельхоз России разработал законопроект, который изменит правила компенсации ущерба при вспышках АЧС. Ведомство предлагает уменьшать выплаты или вовсе отказывать в них животноводам, если выяснится, что владелец свиней нарушил правила содержания и это явилось причиной вспышки инфекции. Кроме того, в законопроекте содержится разъяснение, кто именно будет компенсировать ущерб при изъятии поголовья. По общему правилу, деньги должен направить населению или производителю региональный бюджет. Но если вспышка АЧС будет иметь статус федерального или межрегионального значения, то федеральный бюджет возместит региону 50% стоимости изъятых животных. Законопроект планируют внести в Госдуму осенью 2022 года. Отметим, что в текущем году ущерб свинофермам от АЧС уже достиг 1,9 млрд. рублей. Вспышки произошли в 38 регионах. Наряду с ужесточением законодательства вице-премьер Виктория Абрамченко призвала Российскую Академию наук и Миноборнауки создать и внедрить действенную вакцину против АЧС. Сделать это ученым предстоит до 2024 года. Малые агропредприятия, которые занимаются переработкой молочной продукции, могут получить господдержку на маркировку. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину проанализировать данные о количестве таких хозяйств и представить в правительство свои идеи, как им можно помочь, как софинансировать внедрение маркировки. Впрочем, на маркировке одной только молочной продукции государство останавливаться не собирается. И, скорее всего, в перечень тех продуктов, которые подлежат этому обозначению, попадут рыба и консервы. На этой неделе глава Россельхознадзора Сергей Данкверд заявил, что консервы следует маркировать обязательно, поскольку здесь очень много фальсификата. Например, в банке с надписью «Сайра» вполне может оказаться более дешевая сельдь Иваси, а икру иностранного производства зачастую выдают за продукцию российских заводов. Маркировать предлагается также и рыбную продукцию. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что по расчетам Минфина средние затраты на маркировку одной единицы продукции, с учетом всех факторов, составят порядка 70 копеек. То есть на уровне потребительских цен это, по словам Евтухова, никак не отразится. Ну и хорошая новость напоследок. В ботаническом саду Крымского федерального университета впервые расцвела редкая болотная орхидея – спирантес одурата. В народе этот цветок называют девичьи косы за причудливо расположенные соцветия. Знатоки говорят, что эта болотная орхидея во время цветения источает удивительный аромат. Но каким образом эта новость относится к сельскому хозяйству, спросите вы? Да очень просто. Эта новость заставляет нас задуматься о том, что иногда даже в самом унылом болоте случается чудо. Так почему бы нам в него не верить? На этом все. Всего доброго, друзья, хороших вам идей и спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!